Друзья, всем привет! И вы снова на канале Cooking Brunch. Сегодня мы приготовим голубцы с очень вкусным соусом по-домашнему. А прежде чем приступить к приготовлению, хочу поблагодарить все зрители за ваши комментарии, за поддержку моего молодого канала лайками. Если еще кто-то не подписан, самое время подписаться с колокольчиком. Всем желаю приятного просмотра! Итак, поехали! Голубцы мы сегодня будем готовить по-домашнему. Это наш семейный рецепт, проверенный. Голубцы получаются очень вкусные, сочные, нежные внутри, с очень вкусным соусом. Для их приготовления нам понадобится, конечно же, капуста. Капуста у нас сейчас молодая, сезон капусты только начался, поэтому ее не нужно сильно отваривать, а просто немножечко припустить в кипятке. Воду я уже заранее поставила кипятиться. Сейчас мы удалим кочерыжку и будем капусту отваривать. Вода уже закипела. Добавим сюда столовую ложку соли. И опускаем капусту. Верхние листья уже у нас ошпарились. И чтобы они не переваривались, я их буду постепенно снимать. А чтобы это удобно было делать, мы как раз для этого удалили кочерыжку. Листья капусты у меня уже ошпарены. Мы сейчас их оставим, чтобы они немножечко остыли. А сами пока займемся фаршем. Для фарша я взяла 600 граммов свежего охлажденного филе. Сейчас его нарежу и буду пропускать через мясорубку. Еще для фарша нам понадобится зубок чеснока. Я его уже подготовила, почистила. Для фарша нам понадобится еще полстакана риса. Нужно его отварить до полуготовности в подсоленной воде. В кипящую воду насыпаю чайную ложку соли. И сразу же высыпаю рис. Обязательно нужно размешать. Как я уже и говорила, варим до полуготовности. Примерно 3 минуты. Когда капустные листья уже остыли, с них нужно срезать грубые прожилки. Они нам не нужны будут. И еще каждый лист я разрежу пополам, чтобы голубцы не были слишком огромные. Мы их вот так разделим. Это у нас будут уже заготовки из капустных листов для заворачивания фарша. Подготовленный рис добавляем в фарш. Сюда же я добавляю столовую ложку майонеза домашнего, конечно же. Чайную ложку соли. И пол чайной ложки смеси перцев. И хорошенечко все вымешиваем. Теперь в форму для запекания нужно налить немножечко растительного масла на дно. И вот так вот его распределить. Теперь будем заворачивать голубцы. Листья, которые мы уже подготовили, перекладываем на тарелочку. Набираем ложку фарша. И выкладываем в форму. Голубцы я уже завернула. Сейчас нам осталось приготовить соус. А для соуса нам понадобится 1 средний лук и 1 средняя морковь. И то, и то мы будем нарезать соломкой. На растительном масле обжарим и лук, и морковку. Растительного масла я наливаю граммов 50. И засыпаем сразу и лук, и морковь. Когда лук с морковкой обжарились на растительном масле, нам нужно добавить сюда 2 столовые ложки томатной пасты и 2 столовые ложки сметаны. Размешаем еще разочек. Теперь добавляем чайную ложку соли, половину чайной ложки молотых перцев, 2 чайные ложки сахара. Сахар обязательно добавляем, он придаст пикантность нашему соусу. И наливаем 300 мл кипятка. Даем еще потушиться минутки 3. И будем заливать голубцы и ставить уже запекаться в духовке. Голубцы заливаем соусом. Распределим все аккуратненько, чтобы морковка и лучок были везде. И отправляем тушиться в духовке. Она у меня уже разогрета на 220 градусов 40 минут. Нам нужна еще будет зелень. У меня здесь укроп и петрушка 30 граммов. Сейчас мы их меленько нарежем. 40 минут уже прошли. Пора доставать голубцы по-домашнему. Голубцы очень вкусно, ароматно пахнут. Я уже представляю, какие они вкуснящие. Кладем 2 штучки на порцию, потому что одного 100% будет мало. Сейчас польем соусом обязательно. Соус очень вкусный. Обязательно посыпем зеленью. Зовем всех к столу и желаем приятного аппетита. Домашняя еда, друзья, она всегда самая вкусная. И мы сегодня приготовили голубцы по-домашнему. Если вам понравился мой рецепт, обязательно приготовь, лайкни, подпишись. А я с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok